Приветствую всех на канале Строим Дом своими руками. Сегодня мы едем в город Герой Новосибирск для того, чтобы посетить выставку. Тематика такая, мне нужно скоро делать отопление, мне нужно делать фасады, и мне нужно понять, из чего все это мастерить. Ну а я думаю, этот короткий выпуск вам понравится, надеюсь. Также мы договорились с Константином, что встретимся из канала Строю для себя. Вы его тоже сегодня должны увидеть. Ну а я двигаюсь на автобус. Для тех, кто смотрит канал постоянно, сегодня будет закрыто множество вопросов по теме отопительных инженерных коммуникаций моего дома. Раз уж я решил эту работу сделать самостоятельно, то нужно во всем предварительно хорошенько разобраться. На стендах будет представлено множество образцов, и у меня появится возможность подержать, покрутить, потестировать материалы и на этой основе сделать свои выводы. Так как в моем городе, к сожалению, порой нет никакой возможности визуально что-либо изучить. Многое из того, что я смонтировал, было заказано через интернет-магазины. Думаю, вы понимаете, что это мероприятие сродни покупки кота в мешке. Поэтому посещение данной выставки стало для меня просто необходимым событием. Итак, наконец-то мы с вами находимся на выставке в экспоцентре Новосибирска. Здесь представлено очень много различной и техники, и инженерной коммуникации и так далее. Но сегодня моя тема, конечно же, посвящена больше отоплению, инженерной системе. Вот в этом направлении я сегодня и буду вам показывать и рассказывать. Но есть один момент, друзья. Возможно, многие из вас увидят и сочтут это за рекламу. Но сразу говорю, можете переключать, потому что разных фирм будет представлена просто куча. Но по-другому никак их не скрыть. И среди них я буду выбирать себе сегодня самое интересное и оптимальное для своей стройки. Ну а вам предлагаю просто смотреть, наслаждаться и следить за всем этим событием. Очень приятно видеть много знакомых лиц, много друзей, с которыми я уже сотрудничал раньше. И сегодня я их здесь встречаю. Видно, что компании развиваются, живут. И мне это приятно. Мне приятно. Также меня стали узнавать. Это, ну, шок. Ладно, об этом я не буду, чтобы не было никаких тем о звездности. Прогулявшись по экспозиции, понял, что попал именно туда, куда и планировал. По отоплению сегодня здесь представлена чуть ли не половина всех стендов. Быстренько набросал для себя важные вопросы и пошел с ними разбираться. Для тех, кто уже сделал отопление в своем доме, советую все же досмотреть до конца и, уверяю, вы обязательно что-то для себя почерпнете из этого выпуска. Лично я, как молодой шпингалет из провинции с детской наивностью и задором в глазах, облазил всю выставку вдоль и поперек. И сейчас буду делиться с вами этими новинками. Бассейн из дерева, молодежь. Бассейн из дерева. Бассейн из дерева, да вы что? Санузлы и ванны без кафеля. Вау. Да, фишка. Тикток порвете весь вообще. Тикток, нет, я ютуб. Ну, ютуб уже порван. Уже порван, да? Вот классическая проблема протекания. А знаете, как я ее решил в своем вопросе? Нет. Красноярская компания Дигидрол. До свидания. Я чиню Дигидролы. Да, серьезно? Да, да. Дигидрол пропитывается еще после этого. Все это как бы обычные материалы. То есть вы дерево пропитываете этой штукой, она может сделать бассейн? Да, можно сделать бассейн, питьевые резервуары, мебель на улице, санузлы, нижние лаги бань, нижние венцы зданий и сооружений. Тогда вам прямо сейчас вопрос. Смотрите, я сейчас занимаюсь отделкой фасада Хаубергом. Это Технониколь компания. Да, я понимаю, я понимаю. И у меня цокольная часть дома, ее надо чем-то зашить. А Хауберг крепится к ОСП, ОСП-3. Влагостойкая, но недостаточно влагостойкая. Вряд ли, это только название. И ваше средство может помочь? Конечно. То есть я могу покрасить ОСП и на сколько лет он мне будет? Вы можете до того еще покрасить, грубо говоря, цоколь бетонный, чтобы там никаких проблем не было. Нет, это уже закрыто, экструзия закрыта. Ну, на планетарии десятку лет стоит. То есть там вот все, учитывая, что на нее ультрафиолет не действует, ничего не действует. Ваши дети, мои правнуки, ваши правнуки будут заходить и думать, о, господи, что это мой прадед сделал-то? Так. Вот в такой степени деградации никакие классические ремонтные составы на водных связующих это не делают. По той причине, что трухлявое основание, а трухлявое основание начинаешь бить молоком, все отваливается. Поэтому трухлявое основание просушивается и пропитывается полимером, получается вот такая картина. Никакой ремсостав на водной основе не способен, сделать то, что делает он, допустим, с бетоном. А это усиление бетонных конструкций, согласованное с технадзором Росатома. Хорошо, вопрос. А как мне рассчитать на квадратный метр тогда и цену за это мероприятие? А, вот так. Ну, все, давайте так и поступим. Я просто тебе говорю, вот только полимеры. Я понял. Что-то, что-то говорит. Это лакированная фунгицидная, бактерицидная финишная покрытие. Ну, это потом землей завалится, это не принципиально, как оно выглядит. Ну, а пол, щик вот пропитал и забыл. Конечно. То есть можно просто, вот у меня терраса, например, и я могу просто полить, а истираемость, истираемость. Истираемость такая, что у вас сил не хватит ее вести. Болгарка, и то останавливается шлифмашина. Да вы что? Да. А еще раз, еще раз на основе. Из-за ценат акрилы. Понял. Понял. Спасибо большое. Спасибо вам. Свяжись со мной. Меня действительно интересует именно цоколь. Ютуб это ж круто. Первый, кстати, за это время. Ясно. Хорошо. Поэтому потом на саду. Все, спасибо. Кстати, еще очень классная тема, это детские площадки. В этом году мы планируем с вами, я уже закидывал несколько мыслей на этот счет, но не ацентировал ваше внимание. Вот эта штука у меня планируется. Только, конечно же, своими руками. Я хотел с вами поговорить по котлам. Готов ответить. Подойдем? Меня интересует одноконтурный. И мы еще говорили про конденсационный котел. На линейке есть и такие, и такие. Но если мы говорим про одноконтурную, то конденсационный самый популярный, это как раз вот этот вот гражданин. Стоит Витаденс. Продается как по отдельности, так и в формате пакетов. В моем случае он нужен прям? В моем случае я бы его рекомендовал. Я бы на нем остановился, потому что нам избыточные функции по автоматике никакие не требуются. Ну а переходить на традиционные модели неоправданной экономии. Котел это как раз та вещь, которая экономия бюджета, наверное, не самая важная, не самая любая. С моей квадратурой в 320 плюс, 350-320, какой нужен? 35-киловаттный, но это предварительно, потому что вообще мощность подбирается после теплового расчета. Если помещение не проектировалось и построен дом относительно неплохо, то можно говорить о 75-85 ваттах с квадратного метра. Так как модельный ряд Висмана подразумевает котлы 26 кВт, а следующие только 35 кВт, и разница между ними в цене всего 3000 рублей, я бы советовал все-таки брать побольше. Конденсатник умеет модулироваться очень глубоко, и запас по мощности здесь никак негативно влиять не будет, он скорее будет помогать. И чем конденсационник лучше? Конденсационник очень трудно убить. Его тепловая ячейка практически бессмертна. Он состоит из материалов по части тепловой ячейки, которые физически уничтожить трудно. Они рассчитаны на жизнь в среде кислотного конденсата. Это пятый класс коррозионной стойкости, это профиль, у которого нет никаких деформаций вследствие смятия, он сварен. То есть на жизнь этого теплообменника Висман дает гарантию в 10 лет. Что касается тепловой ячейки, наверное, основное все. Остальные вещи будут для восприятия слухом сложными. Из особенностей конденсатника важных могу еще отметить то, что котел умеет смешивать газовоздушную смесь. Он может подмешивать процент содержания газа к кислороду таким образом, чтобы выжать из сжигаемого топлива максимальный КПД. Это называется коэффициент избытка воздуха, который котел понимает сам по датчику ионизации внутри горелки и подмешивает газа ровно столько, сколько надо, чтобы каждый атом углерода в метане встретил два атома кислорода, превратился в СО2 и улетел без каких-либо проблем. Если у нас недостаток кислорода, то вместо СО2 у нас получается СО, химия, 6 класс. А СО это не очень полезный угарный газ, который у нас в стране почему-то на экологию особо внимания не обращают. Вот в Европе этот параметр очень важный. Но нашим людям из полезного от этого. У нас сжигается газ, выжимая максимально из него КПД, и этот котел тупо на максимальных оборотах жрет на 20% газа меньше, чем его же брат в традиционном исполнении. Но он требует тонкой настройки. Да, пусконаладка и настройка, и обслуживание котла в этом случае обязательны, но выражая это в деньгах, это там 6-8 тысяч рублей в год, в целом не так много. Из практических отличий по подключению к системе, ему требуется канализация, ну и здесь особо тоже трудного ничего нет, если дом на стадии чернового монтажа сантехники, то вывести канализационный патрубок маленький. Ему нужно, а, чтобы конденсат отводить, да? Да. Он сливает себя условно, можно считать так, половина от его номинала по мощности в литрах в сутки. У меня одна проблема, он будет находиться у меня в подвале, а скважина подвальная, то есть канализационная гильза, она находится на уровне по пояс и в другой комнате. То есть, скорее всего, в моем случае придется ставить тогда вот этот, как он, терминал, который отправляет воду дальше. Можно поставить либо, да, либо что-то типа канлифта от Грюнфоса, либо какой-то маленький насосик, то есть жидкости немного, ее там, ну, пускай будем говорить о 20 литрах в сутки всего. Либо второй вариант, задираем котел повыше, потому что угол наклона у этой канализации можно выдержать в 1 градус, и этого будет достаточно, чтобы вода уходила. Она капает, как с кондиционера, капельками, и не застаивается. А, то есть это не проблема. Да, понял, понял, понял. У этой модели вышло обновление. Выглядеть она будет вот так. У нее появился 7-дюймовый сенсорный дисплей. У нее появилась диспетчеризация на борту, то есть этот котел уже умеет сам по себе посредством Wi-Fi и связываться с заказчиком по телефону, объяснять ему, что с ним происходит, и можно будет дистанционно управлять. Не запускается первый запуск, теперь фактически значительно проще. То есть все настройки можно будет производить в телефоне через специальное приложение Wi-Fi. Но это премиум какой-то по ценам, по средним ценам? Он не изменился в цене вообще, и мы рассчитываем на то, что этот котел станет просто взрывом. Так как этот котел изначально был недорогим, порядок цен на котлы 35-киловаттной мощности что-то около 120 тысяч рублей. Если говорить о том, что он не изменил цену, при этом получил сенсорный дисплей, все тонкости настройки дистанционного управления и внешний вид, ожидаем, что это будет взрывом. Ну и много кто их ждет. Так, к этому всему мне нужно приобрести бойлер косвенного нагрева. Это обязательно правильно, раз он одноконтурный? Да, но в данном случае, в твоем случае, я бы советовал покупать сразу пакетом, так выгоднее. Если говорить про технику Висман, когда ясно, какое оборудование в котельной будет скомплектовано, можно подобрать его в одной строке. Называется пакет, когда покупается котел, бойлер, все необходимые датчики для их работы, дымоход, в общем, все, что нужно, кроме труб с кранами. Я понял. Собирается это все в одну строчку, Висман это прилично уценяет и продается. В данном случае, 35-киловаттный пакет будет стоить что-то около 200 тысяч рублей. Круто. Если сложить стоимость котла в 120 и бойлера в 80, говорю, цены на глаз, уже 200. Датчики и дымоход тоже денег стоят, причем, если это европейский дымоход и европейские датчики, приличным денег стоят. Огромное вам спасибо за рассказ. Я сегодня хочу еще поучаствовать в вашей викторине и, надеюсь, будем дружить. Все, ладно. Спасибо большое. Просто крутяшные, да? Давайте-ка. Опа! Мечта любого самостройщика. Вот такая вот техника. Надеюсь, когда-нибудь дойдем. Все прям такое удобное. Ну, GCB это GCB. Сделан добротно. Пульт управления. Ракеты пошли. Нам вообще надо было вот в эту технику залазить. Вон, с ковшом. Кстати, друзья, хотите посмотреть? Вон, фреймбокс. Это такие банные комплексы. Я сейчас в него залезу. И я хочу посмотреть его с той позиции, что нужно ли нам в сауне потом ставить стекло. Мне просто интересно. И, кстати, я хочу спросить, что со стеклопакетом будет. Пойдемте-ка. Пойдемте-ка узнаем. Это очень важно. Так, это я окно открыл. Эй, выпустите меня. Вот так. А, как пахнет классно, а? Знаете, что интересует? Во-первых, это кедр, да? Да, конечно. Это кедр. И второе, стеклопакет вот этот. Он насколько это, ну, нормально? Стеклопакет этот не каленый, потому что каленый может... То есть, это простой оконный стеклопакет? Да. В эксплуатации они у нас были, им ничего не стало. То есть, максимум, что может случиться со временем, возможно. Тут все треснет. Этот вопрос обсуждаемый. Ну, то есть, все остальное ему не страшно. Меняйте, это парная. Если вода попадает на него во время нагрева максимального, он может треснуть, и вы это не гарантируете? Нет, пока таких случаев не было. Парная полностью с кедра сделана. Да, полки с кедра полностью... Это не клееная, это цельноламельная, да? Конечно, конечно. А почему конечно? Типа, если клееная, это же лучше. Ее не коробит, не кривит, нет? Ну, нет. Здесь же температура, парилка и стема 750 под ключ. Это модульная. Мы производим на заводе. Заводская сборка, заводское качество. Уже привозят с экраном, манипулятором, устанавливаются вам на место. Варианты дизайна? Один вариант. Один вариант и все? Да, либо из двух модулей собираем, более, так сказать, просторно. А второй модуль что дает? Второй модуль дает увеличенную комнату отдыха, террасу. А, вот как. То есть, в модуне два модуля, да. И отдельно санузел с душевой. Я понял. Спасибо большое. Пожалуйста, возьмите. Спасибо. Скажите, с вами по любым вопросам, или вы конкретно что-то представляете? Я представляю компанию Канну. Наверное, больше по этим вопросам. О, кстати, по Канну я хотел задать вопрос. Смотрите, я в городе Бийске нахожусь, и у нас есть ваши представители Канн, и они мне очень упорно, но я не знаю, может, они не ваши представители, может, они тоже просто представители этого завода. Наверное. И они мне очень активно предлагают использовать в теплые полы именно перт-трубу, и говорят, что это прям круто. Канн-овская перт-труба, это самое, типа, классное, и так далее. И я уже в какой-то момент решил, что я так и сделаю. Но пройдя сегодня по выставке, пообщавшись с разными компаниями, мне сказали, что перт-труба, она больше подходит для садовых вариантов, она боится нагревов, и она недолговечна. Разницу между ПЕКСом и ПЕКСом вы вообще знаете? Да, да, ПЕКС это просто полиэтилен, ПЕКС это сшитый полиэтилен. Ну, смотрите, да, у каждого производителя может быть мнение разное по этому поводу. А основное отличие перта от ПЕКСа в том, что ПЕКС это уже стабилизированное сырье изначально. То есть пакеты, гранулы, они уже стабилизированы и выдерживают определенную температуру. Все зависит, опять же, от самого перта, от самого сырья. Если это китайское сырье, либо российское сырье, либо сырье из какой-то молодой компании, которая только-только начала заниматься, то да, согласен с вами. Во-первых, это будет цена очень вкусная, очень интересная цена. 30 рублей. Но мы сейчас говорим с вами только про КАН. Мы говорим, да, с вами про КАН. У нас есть и те, и другие. Также негативное отношение к перту, потому что первый перт, он так и называется, перт-1, приходил к нам, и он был слишком сырой для использования в каких-то высокотемпературных системах отопления. Да, на 70 градусов он не выдерживал больших давлений, но по факту оно так и есть. Если его использовать в низкотемпературных системах отопления, график температурный до 45 градусов, то он не будет деградировать. Основная проблема пластика – это деградация материала. Что касается ПЕКСа, да, есть три способа сшивки. ПЕКСа – это самый новый, самый популярный, самый недорогой способ сшивки. Когда сырье пероксидным способом сшивается в момент экструдирования. Да, наверное, вот так правильно сказать. Когда она через экструдер проходит, превращается в трубу, и в этот же момент она сшивается. Если мы говорим про ПЕКС-Б, это самый дешевый, простой способ сшивки – это вымачивание в ваннах специальным химическим составом. Делается труба, экструдируется труба, выходит из экструдера, потом замачивается в больших ваннах какое-то количество времени. Какое количество? Ни разу не заморачивался, но не интересовался. Минус этого способа – труба досшивается в процессе хранения, когда ее вытащили из ванны. И чем это чревато? Чем сильнее сшита труба в процентном соотношении 90-99, 100% шивки, тем она тверже. И она в какой-то момент действительно в стекло превращается, и ее гнуть нельзя. То есть она прям лопается. Хотя некоторые производители, в том числе итальянские производители, не буду называть, делают ПЕКС-Б, говорят, что это супер круто и круче остальных, потому что мы ее промываем. Не уверен, помогает или нет, все равно остается какой-то состав химический, все равно в трубе. И третий ПЕКС, самый дорогой способ изготовления ПЕКС-Б, это ПЕКС-Ц. Точно вы не путаете, что наоборот, то есть ПЕКС-Ц – это самый плохой, а ПЕКС-А самый дорогой, нет? У меня что-то вот такое все… ПЕКС-А – это самый новый и самый популярный. ПЕКС-Б – самый дешевый и самый сложный, наверное, не знаю. Плохой, не могу сказать плохой, но много Китая, его в основном делают в Китае. ПЕКС-Б, а ПЕКС-Ц – это самый дорогой и самый сложный способ изготовления. То есть трубу экструдируют, наматывают ее на большие бухты и везут ее на сшивку. Сшивка происходит с помощью радиации, то есть ее облучают, и как раз нити полиэтилена, они между собой сшиваются этим способом, обстрелом частицами. То есть ПЕКС-Ц – самая элита? ПЕКС-Ц – не самая элита, это самый, наверное, первый способ сшивки. Вообще говорят, что это военная технология, делалась для военных каких-то разработок. Так что, ну, как-то так. И в связи с этим образуется цена. То есть ПЕКС-Ц – самый дорогой, потому что таких производств их очень мало в мире, в принципе. И все производители, в том числе и мы, мы возим на конкретный завод, то есть трубу делаем у себя. А ПЕКС-Ц – у нас он есть тоже в ассортименте. Мы возим уже на конкретный завод, который находится в конкретном месте, и там ее как раз сшиваем. Самая дорогая труба, но некоторые производители могут себе позволить, потому что на базе их завода, собственно, есть вот этот завод с радиоактивным облучением этой трубы. Ну, таких заводов один-два максимум. И ПЕРТ? По поводу ПЕРТа есть два варианта. Есть ПЕРТ-1 и ПЕРТ-2. ПЕРТ-1 – это максимум 70 градусов и максимум 6 атмосфер. ПЕРТ-2 – это уже более новая система, более новое сырье, больше, лучше стабилизировано. И тут уже характеристики доходят до, собственно, ПЕКС-овской трубы. Если мы берем стенку 2,2, опять же, вот наша новая система УЛЬТРАЛАЙН, в УЛЬТРАЛАЙНе три трубы. ПЕРТ-2 труба, ПЕКС-овская труба. А, ПЕРТ-2 – это металлопластиковая труба. Здесь ПЕРТ, он на пятом классе эксплуатации, это высокотемпературное отопление, выдерживает 10 атмосфер на температуре 90 градусов. Я-то по отоплению хотел, но я с Николаем уже все обсудил, в принципе, все вопросы. Вот, ну, теперь мне осталось только скинуть свои мысли, чтобы мы дальше. СТРОИТ ДОМ, ЧЕЛОЕК, КАШТО? А ГДЕ? Город Бийск, там же у себя, да, да, да. Мы с удовольствием поможем. Спасибо большое, хорошо. Спасибо вам за знакомство. Это, все советы и так далее. Ну и ко мне напрямую можете? Хорошо, отлично, спасибо. Вашей вашей команде. Ладно, спасибо. Человек-проектировщик, который по отоплению очень много мне подсказал различных вариантов, скинул идеи, собственно, с чего у меня и началась коллекторно-лучевая вся эта развязка. Сегодня, кстати, получился контент больше направленный на отопление. Хотя я хотел немножко вам рассказать и про фасадные части, потому что здесь есть что рассказать и есть что показать. День сегодня длинный, может быть, что-то еще и зацепим. Константин, от всей души приветствую. Ты не против, если мы поснимаемся? Без маски можно. Да, говорят, что она обязательно, но ее на самом деле никто не носит. Очень рад видеть тебя, прям просто рад. Логично показать. Я, знаешь, о чем недавно подумал, что мы с тобой, в принципе, познакомились вот так же. То есть помнишь, я... Да, отопление, тут мы все хотели. Вот мне сейчас здесь интересно отопление, потому что в этой осенью я хочу им заняться. Мы на выставке в Новосибирске, в экспоцентр. Да. Ты смотришь как кровельный материал или что это? Это финиш. Это на... Финишный материал. Куда? На дом? Ну да. Ну вот, например, вот. То есть ты хотел бы дом... Гон, они смотри, что делают. Они сайдинг делают такой. Но это гораздо более дешевый. Это шифер, типа шифер, но он типа с безопасным азбестом. А, ну понятно. Есть опасное азбеста, это такой нормальный. Я понял. Они делают сайдинги. Это, по сути дела, альтернатива этим японским фасадам. А, вот японские здесь предоставлены. Только дешевле в разы просто. Видишь, они заточены под промышленные здания, какие-то под офисы. Но потихонечку они лезут вот в сектор. Ты планируешь дом вот таким обшивать? Ну, мне нравится эта идея, так скажем. Я пока не планирую. Я пока ищу материал. Я же, видишь, я готовлюсь долго, вообще к любому ролику долго готовлюсь. А темно-серый как? А темно-серый, но он ближе к красе. Так, ну мы не будем пока мешать в общении, в изучении. Это уже контент не мой, и я туда не лезу. Но, надеюсь, мы еще сегодня прогуляемся, посмотрим, пообщаемся. Но штукатурить одному как бы тяжело. Тем более, дом высокий, мне не хотелось бы. Я бы с большим удовольствием использовал сухую систему. А, есть, есть. Вот, кстати, посоветуй по Хаубергу все-таки. Я решил, что это будет этот материал. Но у меня проблема с фиксацией к соколю. У меня там подсистема. Так. ЦСП панели. Легко сверлятся? Их не нужно сверлить, их не нужно прибивать. Нужно взять саморезы простые. 2-2,5 мм. Вот с широкой шляпкой. И прямо... А не легко крутятся? Да, вообще легко. Ты же ЦСП использовал на гараж, по-моему, да, у тебя? Я его не использовал, но я примерял его. Мне бачку привезли на пробу. Я взял легко. Легко, да? То есть ты спокойно вот этими шурупами... Ну, слава богу, потому что мне ребята рассказывают, что... Прибивать нельзя, ты... Ну да, сломается лист, да. А мне про прикручивание сказали, что это очень тяжело, и надо сначала засверливать. Ну ладно, хорошо, если будет тяжело прикручиваться, можешь купить с этими самонарезными. Ага. Но не советую, потому что, понимаешь, в ЦСП... Мне сначала очень понравился материал ЦСП, а потом я понял, что у него есть недостаток. А недостаток такой. Прикрутить его к каркасу, и он будет служить отлично. А вот если ты закрутишь саморез в него, чуть-чуть пошатаешь, он высыпется, он абсолютно неэластичный. Там будет сразу такое расширение этого отверстия, и у тебя шуруп просто выпадет. Примерно так же, как газоблок. Газоблок же тоже абсолютно неэластичный. Ну, плоский шифер не вариант же. Плоский шифер для чего? Ну, для цоколя, чтобы хаубер к нему прикрепить, на цоколь именно. Потому что на ОСП же нельзя сделать это. Ну, смотри, ОСП я бы не применял там абсолютно, это точно. На цоколь. Потому что, да, там влага будет, снег, не дай бог попадет на ОСП. Он однозначно впитает даже влагостойкие, и там заведется плесень, грибок и так далее. Ну, да, да, да. Не стоит. А к ЦСП нормально? Нормально. ЦСП хорошо. Да, шурупами приделаешь все. Значит, так мы и сделаем. А это же клееный брус, да? Да, это клееный брус, и это фахверковая система. То есть, в таком стиле можно построить весь дом. Есть 47 и 45. Я почти угадал. Да, но это кедровый. Есть аналоги. Он выглядит классно, скоро нет. Он выглядит как кирпичик, потому что они не выглядят одинаковыми. Не знаю, как они делают. Ну, скорее всего, а вот, видишь, они по 4 штуки. Да, и вот под систему она просто фиксируется. Ну, это самое простое. Они сделали дешевое решение. Я знаю, дорогое решение есть. Такое, где-то, 3000 квадрат. Там система вент-фасада. И там не вот такими вот секциями, да, сделаны. А это материал-то какой-то, что вообще? Это, скорее всего, бетон простой. Он еще и тяжеленный, как ты понимаешь. Ну, да. А там я видел, знаешь, как сделано? Короче, система вент-фасада. Вот такие линеечки, и ты прямо в них заканчиваешь. А, я видел. Да, 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 да. Можешь и комбинировать сам. Ну, короче говоря, такой, знаешь, кладка без кладки. То есть, вот сначала нужно заморочиться сделать все ровненько, да? А потом загоняешь их, там, фиксируешь специальными вот такими... Да, я понял, я видел такое. Не продуманный. Там оно еще сделано из пористого, понимаешь? То есть, он тоже легче, да? А здесь они не морочили, взяли и захищали, кстати, потешок. Еще хочу пару слов сказать вот об этой компании. Она называется компания АКТО. Познакомимся с директором компании АКТО. Здравствуйте. Я хочу сказать вам одну классную штуку, которая будет приятна для компании. Предупреждали, что если дом не отапливается, возможно, некоторые стеклопакеты могут треснуть. Было такое предупреждение. Я до весны этого боялся. Но у меня один стеклопакет не дал никаких трещин, что очень приятно. Вам повезло. За это я хочу вас поблагодарить. Вот, еще впереди у меня остекление веранды, остекление второй веранды, поэтому опять к вам. Вот. Ладно, увидимся. Отвращайтесь, Денис. Спасибо. А что еще интересует? Да, я сейчас просто ворота в гараж ставлю ваши, или те по стеклу. Ворота тоже ставлю. Я буду сам ставить. Кстати, обертехов на самом деле очень расставлено. А я знаю, я знаю. Я знаю, мне пишут постоянно. Константин, я очень рад был видеть. Да, помоги. Спасибо большое. Давай, пока. Все. Счастливо. Один из минусов длинных долгих выставок – это ноги. Они устают просто капитально. Я надеюсь, вы поняли, что до этого это все было не реклама, но сейчас я хочу маленькое вступление, буквально на одну минуту. Для того, чтобы снимать мои видосы, мне приходится таскать с собой просто кучу различной аппаратуры. И порой бывает вот на таких поездках, где я далеко от дома, мне крайне сложно зарядить всю эту аппаратуру. Но одна замечательная компания, о которой вы уже не раз слышали, предложила мне Powerbank огромной емкости. Я покажу. Этой штукой не только можно зарядить ваши часы, телефон, камеру, но еще и можно завести ваш автомобиль. В случае чего. Единственное, я не взял с собой крокодилы, но позже я вам их покажу. Также здесь имеется датчик зарядки аккумулятора, фонарик для экстремальных действий. Данное зарядно-пусковое устройство 5 в 1 способно заряжать электронику, такую как телефоны, ноутбуки, планшеты, MP3, MP4, плееры. В другом режиме оно может быть использовано как экстренное пусковое устройство для автомобилей. Ну и, собственно, для чего я его и взял, для того, чтобы сейчас подзарядить свой телефон. Потому что он мне сегодня нужен еще будет не раз. 73% можно продолжить нашу экскурсию по выставке. Кстати, по кирпичам тоже общался с ребятами. Цены идут от 15 рублей до 100. Разные вообще есть вариации по отделке уже дома. Тоже вам показать хочу различные вариации. Есть очень неплохие. Но мы с вами уже от этой тематики ушли все-таки в сторону Хауберга. Технониколь почему-то сегодня не предоставила свои образцы здесь. Но они говорят, давно уже в выставках не участвуют, потому что им это просто не нужно. Реклама не требуется. По поводу перта и Пекса. Многие говорят, что зачем платить лишние деньги, если можно смело поставить себе перт-трубу на теплый пол. Можем ли мы все-таки заэкономить, используя перт? Вообще перт-труба это без шивки труба. И она не сделает. Это у нас Пекс. Это Пекс А, да. То есть перт-труба, она в этом случае просто, наверное, уже поломается, порвется. Ну хорошо, тогда вопрос. Если я возьму перт-трубу и все-таки сделаю это аккуратно. Или оно потом... Минус, что у перт-трубы очень ограниченная температура. И продолжительность срока службы, она сокращается очень быстро. До семи лет. Если эта температура, я не помню, параметра. То есть вся проблема это в том, что кратковременный нагрев может испортить ее в полу, а в полу лучше ничего не портить. Ну вот это сейчас восстановится, да, я так понимаю? Самый главный минус это, конечно же, то, что ее монтируют монтажники. И какой-то надлом, и потом заходят строители, которые могут так же там либо... В моем случае я делаю все своими руками, все сам. Поэтому вот это я исключаю параметр, потому как буду делать сам. Мне сейчас нужно понимание того, что могу ли я сэкономить на перте, или вот не стоит этого делать? Тут вопрос срока службы. Перт-труба, то это один срок службы. Какой? Пекса. Но я не помню. После остывания она с первоначального формы принимает много. Это, еще раз, ПЕКС-А. Это, допустим, момент при монтаже. Санитировали теплый пол. И где-то загнули. Несли там, не знаю, какой-нибудь там железяк выронили. ПЕКС-труба, она мупет. Она просто у вас лопнет, там надо какие-то муфты что-то еще сделать. А с этой трубой просто грейте феном и первоначально не поднимает. Но это в плане удобства монтажа. Тогда еще один вопрос прицепом. ПЕКС-А, ПЕКС-Б, ПЕКС-С. В чем разница? Процент шифки. Кто лучше? ПЕКС-А. А, ПЕКС-А это самая хорошая труба. И принцип шифки тоже там разного. Шифкой что является? Это процесс производства. Там либо химический, либо физический процесс, когда добавляются молекулярные связи. Поли этилена. За счет этого у нее появляется эффект молекулярной памяти, когда она разрешает свой вид. Ну и, соответственно, как бы физические свойства, то есть прочность на растяжение. В теплые полы толщина стенки какая необходима? Два миллиметра. А есть 2,2, 2,8, это в чем разница? Это уже для водоснабжения и отопления. А, для радиаторов, да? Достаточно, да. Все производители делают трубы с 2 миллиметра толщиной. 2,2 не стоит? Это переплата, да? Переплата. Спасибо за консультацию. Увидимся еще. Так, снова тематика отопления. Кстати, вот с этими ребятами общался, они занимаются видеонаблюдением. И у вас была классная штука, которая определяет лицо прям, и по нему можно настроить различные... Она и сейчас есть. Сейчас вот проконсультируем, человека включим, а продемонстрируем. Да. Сейчас современная система позволяет по лицу открыть дверь, включить тревогу. Открыть ворота, закрыть ворота. Если человек в черном списке, то хозяину придет уведомление о том, что нежелательный гость пришел. Да, да. Эти операции на сегодняшний день, конечно, просто зашкаливают. Я уже поставил себе видеонаблюдение, но у меня, правда, аналоговая система, и хочу переходить на электронную, поэтому потихонечку себе присматриваю. Есть гибридные системы, которые позволяют не менять провода аналоговые заложенные. Серьезно? Менять оборудование. То есть даже так можно сделать, да? Да, и очень выгодно получается, потому что проводку иногда сложно поменять. Вот как раз, смотрите, определение по лицу. Надо просто оказаться в зоне действия камеры. Кстати, вот еще одна интересная тема, которую я вчера уже изучал. Это подсветка фасада дома. Вот эти лампочки, они 6-ваттные всего лишь. 12 ватт идет на один прожектор. Мне это понравилось. В принципе, может быть, будем даже использовать наши стройки. Формы бывают разные. Смотрю, правда, на Алишке, скорее всего, там есть дешевле. Друзья, ну вот закончилась наша замечательная выставка. Хочется сказать в итоге большое спасибо за то, что посмотрели. Хочу также выразить благодарность за вашу поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Находясь в маленьких провинциальных городах, в деревнях и поселках, вы просто многое не увидите. Интернет, конечно же, дает ответы на конкретные вопросы, но в общем спектре увидеть инновации можно только на выставке. Лично я благодаря этому приобрел массу полезных знакомств, изучил кучу инноваций, материалов. В общем, все это вы скоро увидите на канале. На следующей неделе мы начнем заниматься фасадами. До скорых встреч. Увидимся. Пока.